Книга «Открытым оком», седьмой том, тема молитвы, вопрос 1808. Кто составлял нам молитвы, которые без авторства в болитвословии? Как проверить, что они правильные? У меня были молитвы от бабушки, но оказалось, что они волшебные. Отвечает Игнатий Тихуньевич Лактин. Молиться человек может своими молитвами в зависимости от события. Дух Божий научит, умудрит, какие слова произнести. Тут тоже беда у православных, как ни у кого других. Научились читать по-церковно-славянски, а сами почти ничего не понимают. Слова произносят, а силы их не усваивают из-за непонимания. Очень уж похоже это на дикарские заклинания, лишь бы слова произнести. Этот набор звуков и что-то как-то вроде бы сделается само, откликнется нам. Филиппинцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Вот как молились святые по каждому конкретному случаю. Они были и авторы. Тем более молитвы не заранее составлены были, но говорили по внушению Духа Святого. Привожу только 46 примеров, когда молятся своими словами по разным случаям. А таких молитв в житиях очень много. Артемон, день памяти 13 апреля. Продалец же, подняв очи к небу, молился. Господи, Иисусе Христе, не попусти язычнику посмеяться надо мной, рабом Твоим. Тебе известно, что я за Тебя терплю страдания. Даруй мне терпение для их перенесения. Чтобы постромился враг. Услышь, Боже, молитву мою и прими моление мое, Боже, Саваок. Ты сотворил небо и землю и исполнил чудес всю вселенную. Ты Господь всего. И никто не может противостоять Тебе по милости Твоей. Спаси меня, Господи. Ты показал невинность беззаконно убитого, незлобивого отрока Авеля. Ты вознаградил угодника Твоего Еноха, взяв его на небо. Ты сохранил Ноя в ковчеге и через благословение возвысил священника Мельфиседека. Ты прославил за жертву Авраама, умножил Чат и Акову, избавил от огня Содомского лота. Возвеличил за терпение Иова. С Твоей помощью Иосиф победил плотские страсти и восторженствовал над врагами. Моисей, раб Твой и все праведные, над которыми Ты явил силу Твою, показывающую их благочестие. Восхваляю Тебя, прославившего их Бога. И я, Господи, раб Твою, молю Тебя, помилуй меня по милости Твоей. Помоги мне силой Твоей. Власий, день памяти, 11 февраля. У одинокой женщины был единственный сын. Во время еды рыбья кость засела у него в горле, так что он не мог произнести ни слова и был уже при смертке. Мать, взяв его полумертвого, отнесла к святому, положила в его ног, горько плача и взывая. Помилуй сына моего, раб Спасителя нашего Иисуса Христа. Он один только у меня. При этом она рассказала во с властью, что случилось с ее сыном. Святитель Божий, вложив свою руку в горло отроку и возведя очи к небу, стал так молиться Господу. Спаситель мой, ты помогаешь всем, кто с верою призывает тебя, услышь мою молитву. И кость засевшего в горле с его отрока, измени невидимую Твою силу и цели его. И в остальное время, если случится, что с человеком или с животным, и стану вспоминать имя Твою мое, говоря, Боже, помоги молитвами раба Твою властья, то Ты, Господи, скорой на помощь, помоги тем и подай исцеление. Славу в честь святого Твоего имени. Марко Финский, 5 апреля. Продолжая путь, я подходил к высокой горе, которая, казалось, достигала до неба. На ней совершенно ничего не было, кроме пыли и камней. Когда я подошел к горе, на краю ее, я увидел море, увидал море. Поднимаясь на гору, я шел в течение семи дней. Когда наступила седьмая ночь, я увидел сходящего с неба к святому Марку, Ангела Божия, говорившего ему. — Влажен ты, Ава Марк, и хорошо будет тебе. Вот мы привели к тебе старца Серапиона, которого хотела видеть душа твоя, так как ты не пожелал, кроме него, видеть никого другого из людей. Когда окончилось видение мое, я пошел безбоязненно и шел до тех пор, пока не достиг пещеры, в которой проживал святой Марк. Когда я приблизился к дверям пещеры, услыхал святого, поющего псалмы Давида и произносящего. Псалом 89.5 «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, и дальше из того же псалма». Затем, от преизбытка, охватившей его духовной радости, святой стал такими словами говорить сам с собою. Блаженно душа твоя, Марк, что при помощи Божией ты не загрязнил себя нечистотами мира сего, что ум твой не пленился скверными помыслами. Блаженно тело твое, так как оно не погрязло в похотях и страстях греховных. Блаженно очи твои, которые дьявол не мог соблазниться сердцанием чужой красоты. Блаженно уши твои, потому что они не услыхали голоса женского в этом суетном мире. Блаженны ноздри твои, потому что они не обонялись мрада греховного. Блаженны руки твои, потому что они не прикасались ни к каким принадлежащим людям, вещам. Блаженны ноги твои, не вступавшие на дорогу, ведущую к смерти, и не устремлявшиеся ко греху. Твоя душа преисполнилась духовной жизнью и ангельской радости. И снова затем он стал говорить, обращаясь к душе своей. Солом 102, 1, 2. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодевьяний Его. Зачем скорбишь ты, душа моя, не бойся? Ты не будешь задержана в темницах ада. Бесы ни в каком случае не смогут оклеветать себя. По благодати Божией в тебе нет какого-либо особенного греховного порока. Солом 33, 8. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Господь, блажен раб, исполнивший волю своего Господина. Спасись и ты, брат Северопион, и заклинаю тебя Господом нашим Иисусом Христом, Сыном Божиим, дабы ты ничего не брал от моего смиренного тела, даже ни одного волоса. Пускай не касается его и никакое одеяние, но пускай при погребении будут с моим телом лишь волоса, которыми облег меня Бог. Равно так же ты не оставайся здесь. В то время как святой произносил себе слова, а я рыдал, послушался голос с неба, говоривший, «Принесите мне из пусты неизбранный сосуд мой, принесите мне, исполнителя правды, совершеннейшего христианина верного раба, гряди, марк, гряди, усни во свете радости и жизни духовной». Платон, 18 ноября, день памяти, сказав сие, мученик вошел в темницу, преклонив колено на землю, обратился к Богу с следующей молитвой. «Господи, Иисусе Христе, Создатели, Промыститель всех, дарующий рабам Своим терпение и победу, в подобии меня, смиренного и непотребного раба Твоего, до конца достойно претерпеть за имя Твое Святое, и пошли ангела Твоего, чтобы он избавил меня от мстивого и беззлобного змея Агриппина, да познают все, что не боги те, коих создает рука человеческая. Но ты, единый истинный Бог, долготерпеливый и многомилостивый, припрославленный вовеки. Аминь». Никола, день памяти 6 декабря. Приготовив другой мешок золота, такой же, как и первый, он ночью тайной от всех через то же окно бросил его в дом мужа. Вставку отрубиняк опять нашел у себя золото, снова он пришел в удивление, и пав на землю, и, обливаясь слезами, говорил, «Боже милостивый, строитель нашего спасения, искупивший меня самой кровью Твоею, и ныне искупляющий златом дом мой и моих детей от сетей вражек. Сам ты покажи мне слугу Твоего милосердия, человеколюбивой Твоей благости, покажи мне того земного ангела, который сохраняет нас от греховной погибели, чтобы я мог узнать, кто исторгает нас от углутающей нас нищеты и избавляет от злых мыслей и намерений. Господи, по Твоей милости тайно творимой мне щедрою, с рукой у неизвестного мне Твоего угодника, я могу отдать замуж по закону и вторую свою дочь, и тем избежать сетей дьявола, который хотел к верным прибыткам умножить и без того великую мою погибель». Помоливши-то Господу и возблагодарив Его благо, гостыню, муж тот отпраздновал брак второй с Твоей дочерью. Александр Мученик, день памяти 13 мая. Сказав это, святой преклонил колено и в таких словах помолился ко Господу. «Господи Божий, отцов наш, хвалимый и благословляемый во веки, я прошу и молю Тебя ныне, не отдели меня от лика праведников Твоих, не отринь меня грядущего к Тебе так, как Ты открыл мне святое и страшное имя Твое. Ты, Господи, помож тебе заступник мой. Пошли мне ангела Твоего, дабы он помог мне и научил меня, что мне отвечать перед мучителем». Затем начал молиться так. «Господи Иисусе Христе, соблюди меня, англ за Твоего, непорочный, дабы не возрадовался враг мой мне, ибо я познал Пресвятое имя Твое. Не посрами меня, владыка, перед мучителем, но пошли на помощь мне святого ангела Твоего и десницу Твою. Будь мне защитником, помощником и покровителем». Когда святой окончил Твою молитву, ему явился ангел Господень и сказал, «Не бойся, Александр, Господь услышал молитву Твою, и я послан от Бога Тебе на помощь. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за то, что Ты, Филипп по поле, подобил меня исповедать Пресвятое имя Твое. Воины же не дали ему еще помолиться, принудили его продолжать путь. «Господи Иисусе Христе, пошли, святого ангела Твоего, возьми душу мою, ибо я более не могу выносить мучений, так как тело мое изнемогло». Борис, День памяти, Второе мая. «Что стоите и смотрите? Покончим приказанное нам». Слышите, я блаженный начал молять и упрашивать, и говоря, «Братья мои, милые и любимые, погодите немного, дайте мне помолиться Богу моему». И, возрев на небо со слезами, горько вздохнул, стал молиться. «Господи Божий милостивый, слава Тебе, ибо освободил меня от плещений жития сего. Слава Тебе, прещедрый податель жизни, сподобивший мне страдания, святых Твоих мучеников. Слава Тебе, Владыка! Человека любит исполнивший желание сердца моего. Слава Христе, милосердию Твоему, ибо Ты направил на правый и мирный путь ноги моей идти к Тебе без соблазна. Презри с высоты святости Твоей. Посмотри на сердечное мое страдание, которое я принял от своего сродника. Ибо ради Тебя умиршляют меня сегодня, а не как ангца пожирают меня. Знаешь, Господи, знаешь, что я не противлюсь, не возражаю, имея в своих руках всех воинов отца своего и всех его любимцев. Я не помыслом ничего злого сотворить брату моему. Он же всеми силами воздвигся против меня. Если бы меня оскорблял брат, я бы перенес. Если бы ненавидящий уничижил меня, я бы укрылся. Но Ты, Господи, смотри и рассуди меня с братом моим. И не поставь ему в вину греха сего, но прими с миром душу мою. Аминь. Евстратий, день памяти 13 декабря. Когда святого повели на сожжение, он во всеуслышание молился так. Величаю и превозношу Тебя, Господи, за то, что презрел Ты на смирение мое и не оставил меня в руках вражек, но спас от бед душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука Твоя, и да придет на меня милость Твоя, ибо метется душа моя, и болит при исходе своем из окаянного моего и скверного сего тела. Да не встретит ее никогда лукавый умасел супостата, и не запнет ее во тьме за неведомые и ведомые грехи, совершенные мною всей жизни. Милостью будь ко мне, Владыка, и да не увидит душа моя мрачного вида лукавых демонов, но да приймут ее ангелы Твои светлые и пресветлые. Прославь имя Твое Святое и Твоей силой, возведи меня на божественный Свой суд. Когда я буду судебней, да не примет меня рука князя мира сего, чтобы не звергнуть меня грешника в глубину ада. Но предстань мне и будь мне спасителем и заступником, и по сии телесные мучения суть радости для рабов Твоих. Помилуй, Господи, скверненную страстями жизни, пей душу мою и прими ее очищенную, покаянием и исповеданием, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. В Анифате, день памяти 19 декабря, святой же, выпросив для себя некоторое время для молитвы, обратился к Востоку и молился. Господи, Господи Боже, сподоби меня милостей Твоих и будь мне помощником, чтобы враг за мои грехи, безумно содеянный, не преградил пути к небу. И прими с миром мою душу и вчини меня вместе с святыми мучениками, пролившими за Тебя кровь и сохранившими веру до конца. Сада же, приобретенная Твоею честную кровью, людей Твоих, Христе, близких мне, избавь от всякого нечестия и языческого заблуждения, ибо Ты благословен и пребываешь во веки. Так, помолившись, в Анифате притонил голову под меч и был усечен от раны его и стекла кровь вместе с молоком. Даниил Пророк, 17 декабря, день памяти. И поверила им собрание, как старейшим народа и судьям, и осудили Сусану на смерть. И тогда возопила Сусана громким голосом и сказала, Боже, вечный, ведущийся сокровенно и знающий все прежде бытия. Ты знаешь, что не ложно свидетельствую против меня. И вот я умираю, не сделав ничего из того, что эти люди злостно выдумали на меня. И услышал Господь голос ее. 20 тысяч мучеников. День памяти, 28 декабря. День памяти, 28 декабря. В числе их была одна по имени Феофила, особенно выделявшаяся и сидевшая посреди дек, как был у нас среди звезд, высотой и привлекательностью, благородством и чистотой жизни. Когда бесстыдные войны сильно влекли ее к будилище, она воздела очи и руки к небу и с дами взывалом. Твой Иисусе мой, любовь моя, свет мой, дыхание мое, хранитель девства моего и жизни моей, возри на невесту твою. Презри на меня, жених мой невидимый, поспеши мне на помощь. Да не нарушится обед девства моего завещанного тебе, ибо уже нет больше времени даже для молитвы. Не предай зверям душу, исповедующую имя твое. Да не растерзают волки твою в окку. Сохрани твою невесту, о жених мой, соблюди мое девство, о источник чистоты. Да прославится имя твое, славимое ангелами. Так она молилась, и Бог уже готовил исполнение ее молитвы. Иулиания, 21 декабря, день памяти. Находясь в темнице, святая Иулиания лежала, поверженная на земле, и взывала к Богу. Господи Божий мой, всемогущий, непобедимый, в силе и крепкий в делах. Отими от меня скорби сии, и от постигнувшей меня болезни избавь. Как избавил Даниила львов, пеклу от огня и зверей. Отец мой и мать моя оставили меня, но ты же, Господи, отступи от меня. Но как некогда сохранил израильтям, прошедших через море, и потопил их врагов, так и меня ныне сохрани. Восставшего же против меня Елевсия, а с ним и сатану, который старается воспрепятствовать мне спасение, сокруши. О, непобедимый царь! Гликерия, 13 мая, день памяти, святая, пошла в темницу с радостью. Вознося хвалы Богу, когда она взошла во внутреннее отделение темницы, и когда за нею были затворены двери, то она в таких словах стала прославлять Господа. Благословен ты, Господи, Бог наших отцов! Благословен ты, Боже, познаваемый святыми Твоими, верно хранящими заповеди Твои, и вивши в Тебя святому апостолу Петру, выходившему из Рима, посрамивший противника его Симона Волхва, оказавший помощь Давиду, которому Ты покорил под ноги Голиафа. Ты, причистнейший и причистнейший, Боже, услышь меня и приди на помощь мне, рабе Твоей, и спас меня от поздней вражек и от соблазна сего нечистивого Егимона. Святая же воздала за все благодарение Господу, сказав так, Владыка Божий, Ты научаешь нас познанию истины Твоей, промышляющий о верных рабах своих, пославший Даниилу пищу, когда он находился во рву, посылавший пищу Иилии, пророк, когда он обитал близ потока, обращающий к истине заблуждающихся, просвещающих слепых. Благодарю Тебя за то, что Ты вспомнила меня, смиренную работу Твою, напитал меня во время голода щедрой рукой Твоей от неисчислимых сокровищ. Печи Твоих Епископ же во всеуслышание принес Богу молитву, говоря так, Господи Иисусе Христе, свет неугасимый, просветитель всех пребывающих во тьме, вождь заблуждающимся, проведший Моисея через море, как по воздуху. Параона же, потопивший в море, молим Тебя, будь вождем и рабе Твоей, помоги ей до конца мужественно, исповедай честное и пресвятое имя Твое. Когда печь была разожжена, святая оградила себя крестным знамением и сказала, Господи Боже Всесильный, благословлю Тебя и прославлю имя Святое Твое за то, что Ты даровал мне настоящий день и час всей веселья вечно за то, что Ты написал исповедание мое предангелами и человеками. Молю Тебя, исполни желание души моей и весьему нечестивому мерзкому егемону, что Ты действительно помощник мой». Егемон же, думая, что Гликерия по своему волшебству не получила вреда от огня, приказал содрать кожу с головы ее. Когда от студии егемоновы приступили к выполнению приказания егемона, вся мученца вызвала к Богу, говоря так, «Господи Боже, произведший свет, Ты, благоволивший, процветать правде среди мучений их, покажи нечестивому егемону Савину, что всякий, твердо надеющий на Тебя и уповающий на силу Твою, никогда не устрашится мучений за имя Твое, но даже желает еще больше мученического подвига, дабы восприять более славный мученический венец. Славлю и благодарю Тебя за то, что Ты открыл внутреннее существо души моей после того, как была снята кожа с головы моей, так что я, я, ваемая Твоим, света могу Тебя сказать о себе». Солом 118, 18. «Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего». Когда приблизилось время усечения мечом ладики, подняв очи свои к небу, громко возвал, «Бог и Господь, христиан, сопричди меня во царстве Твоем ко святой рабе Твоей Гликерии». Святая же Гликерия молилась о нем к Богу, говоря так, «Отец Господа нашего Иисуса Христа и целивший болезни смертные, освободивший человека, плененного грехом от уст адовых, ты и раба Твоего, ладикия, освободи от власти дьявола, помоги ему до конца довести подвиг своего исповедания, прими душу его в мире». Ладикии же, слышавший молитву Гликерии, сказал «Аминь». После этого Егемон приказал отдать святую зверям на сиденье, а святая шла к зверям с вистелем и радостью, как бы на некий пир. Когда она прибыла к тому месту, на которое выпускаются двери, то остановилась. Отчастно Гликерию была выпущена большая львица, грозно рыкавшая. Но подойдя к святой, она тихо легла у ног ее, начала ее лизать. Святая же поднях хочет твои на небо, сказала «Благодарю Тебя, Боже Всесильный, Боже Отцов, Боже Милосердие, благодарю Тебя, укоротившего ярость дверя, дабы показать всем божественную силу Твою. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня легкими все, даже самые жестокие мучения. Услышь меня, Боже, воздай сему злому Гимону по делам его. Меня же не лиши венца благодати Твоей вместе с прочими святыми Твоими». После того, как святая помолилась так, был слышен с неба голос говорящий, «Я услышал молитву Твою, приди ко мне с миром, вот Тебе отверзаются двери Царствия Небесного». Исайя, пророк, день памяти 9 мая. Получив свиток, языки отправился в храм Божий, развернул его пред лицом Господа и обратился к нему с такую проникновенную молитвой. «Господи Божий Израилев, сидящий на Херувимов, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, Открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Херувима, Который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих. Дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Божий наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». В книге пророка Исаии записана молитва, которую, какую произнес языки, получив радостную весть о своем выздоровлении. Молитва эта в таких трогательных словах изображает настроение души царя в преддверии смерти и по избавлении от нее. «Я сказал себе, при половине дней моих, должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущим и в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно скачу жизнь мою. Он, то есть Бог, отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. «Что скажу я?» Он сказал мне. Он и сделал. «Тихо. Буду проводить все годы жизни моей, помня. Горесть души моей, вот по благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, стоясь от могилы, бросил все грехи мои за хребет свой». Ирина. День памяти пятого мая. Жители этого города, узнав о приближении царя Саваха, в страхе, затворились в городе и сказали Святой Ирине, «За Тебя мы погибаем». Но она повелела им не бояться врагов и начала молиться Богу такими словами, «Ты, услышавший некогда раба Твоего, пророка Елисея, услыши мою молитву, и невидимо поразит этот народ, идущий погубить город. Ослепи врагов наших, да, разумеют они, что Ты единый Бог истинный». И тотчас, услышав молитву, ее Господь поразил слепотой у князя всех воинов, бывших с ним. Князь в Савах понял, что это Ирина навела слепоту на него и на его войско, и послал к ней посланца такой просьбы, «Я знаю теперь, что непобедима сила Твоего Бога, молю же Тебя, помолись Твоему Богу обо мне и воинах моих, чтобы прозреть мне им». Милосердившись, святая принесла прилежную молитву по владыке всех, и прозрел князь и все бывшие с ним. Пелагея, 4 мая, день памяти. Исполнившись радости, она всем сердцем вожелала видеть его наяву, и усердно молилась Богу такими словами, «Дай мне, Господь, увидеть Твоего служителя, вестника Твоих благ, и не лиши меня святых Твоих таинств». Услыша, это епископ удивлялся столь великой любви к Богу сей девице, и возрадовался о ней духом. Затем, подняв к небу руки свои, он начал молиться такими словами, «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, ты, пребывающий на небе и призвавший эту девицу познать Тебя, пошли ей святое крещение возлюбленного Сына Твоего». Так молился епископ, «Великий Бог наш Отец и Сын, и Святой Дух, давший людям наследие крещения и жизнь вечную, Господи, сердце ведет, пред Тобой открыто смирение раба Твоего, и видишь, что я стыжусь крестить эту девицу. «Устрой же ты всемогущий все смотрением Твоим, научи, что мне делать». Затем епископ посвятил воду, произнесся над нею такую молитву, «Сарь сей твари» в Соломство 3-4. «Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Сделай меня достойным принести Тебе в духовную жертву эту девицу, которую Ты ко мне послал, при чьи оклику избранных Твоих, дабы в день Царства Твоего она пятью мудрыми девами вошла в черток Христа Твоего, сваженным предельником». Мокий, 11 мая, день памяти, «Будь дучи терзаемый и святой, возвал к Богу, говоря так, «Владыка, царствующий, вовеки, сияющий лучами правды, и вера вам Твоим, божественную силу Твою, дай мне силу подвязаться до конца за Твои святые заповеди». Тогда Мокий вояк капище идольское прежде всего сотворил на Тебе крестное знамение, дабы вооружиться оружием. Христовым на дьявола, затем став близ того места, где находился идол Дионисиев, помолился Богу, сказав так, «Владыка, содержащий во власти Своей всю тварь и все создавший через посредство Христа Твоего, посравивший дьявола, не знающий Твои истины и даровавший блаженство благопознания и целомудрия всем боящим Тебя и почитающим Святое имя Твою. Ты, Господи, святой, сокрушивший идола вавилонские и показавший истину веру пророка Твоего Даниила. Ты, упразднивший мерзостный алтарь и идольский посредством трех отроков Твоих и угостивший огонь печи, Ты, потопивший фараонов в глубинах морских и послушавший молитв Моисея. Ты, изведший воду из камня, Ты, Царь вечный и ныне существующий, ранее бывший и вечно имеющий существовать. Услышь меня, раба Твоего. Вот я молю Тебя, приди на помощь ко мне и висилу Твою тем, которые содержат вместо истинный ложь, дабы познали они, что Ты единый истинный и вечный Бог, и дабы свет Твою отогнал бы тьму и дабы поклоннического заблуждения. Помоливши так, святой возвал громким голосом, обратившись к идолу непотребной и суетной. Немой и бесчувственный Дионисий, повелеваю Тебе великим и преславным именем Христа моего, живущего на небесах. Пади и прострись по земле, дабы всем была видна Твоя немощь и Твою бессилие. Этот час потрясла земля и капищей, то идол упал на землю великим шумом и разбился на мелкие части. Увидак это все бывшие там, язычники в страхе бежали оттуда, девясь сами себе происшедшему. Когда святой был брошен в огонь, то он небоязненно стоял среди пламени, как бы среди какого-то сада, и во всеуслышание прославлял Бога. В печи видели еще трех мужей. Певши с ним среди этих трех мужей, один имел очень светлое лицо, сиявший как солнце, блеск, исходивший от лица его, был сильнее блеска огня. Затем святой сказал мужам, находившимся с ним в печи, благодарю тебя, владыка Божия наших отцов, Богу, которого все повинуются, благословен ты, Господи, сил, творец всех сил небесных, восхваляемый устами святых архангелов, соприсутствовавший некогда трем отрокам в пламени, посреди тех трех отроков ты четвертый был виден. Молю тебя, спаситель мой, разруши, уничтожь огонь разожженный печи сей, и пожги огнем вот этого анфипата, покажи на нем гнев твой и уничтожь его с лица земли, дабы все видели, что ты единый, истинный Бог, пребывающий на небесах. Сочас огонь из печи просперся до анфипата и превратил его в пепел вместе с девятью оруженосцами, стоявшими из него, так что ничего не осталось от тела, ибо гнев Божий уничтожил их. Иосиф, 31 марта. Иосиф, видя, как госпожа хочет плестить его, часто обращался с молитвой к Богу отцов своих, говоря, Бог отцов моих, Авраама, Исаака и Акова, избавь меня от этого несчастья, ты сам видишь, Господи, как эта сумасшедшая женщина, незаметно хочет погубить меня своим злодеянием, ты, владыка, избавил меня от убийственных рук моих братьев, теперь избавь меня от этого хищного зверя, иначе я буду осужден от отцов моих, которые так сильно возлюбили Тебя, Господи. Климент Анкирс, день памяти 23 января, когда святой выходил из города, неведомый воинами, ведомый воинами, он молился Богу так, о Боже, царь неба и земли, все вселенные, единые, все наполняющие, не оставляющие без промышления ни одного места, в руки Твои я предаю этот город, сохрани его и души всех верующих в Тебя, сохрани церковь Твою невредимую, чтобы псы и волки не разогнали в этом городе малого стада Твоего, не дай погибнуть или уменьшиться числу словесных овец Твоих, но еще более умножьих ради славы святого имени Твоего, не удаляй меня совершенно от города сего, но пребывая со мной в пути во время страдания моих снова, возврати меня сюда, как некогда возвратил Иаков в дом отца его, избавил его от руки Исава, как повелел некогда людям своим вывезти из Египта кости Иосифа и положить их в отеческом гробу, дабы прославилось имя Твое во веки веков. После этой молитвы святой был отправлен в путь. При возвращении колеса, когда святой был наверху, его били палками, а когда оказывался внизу, где нарочно было устроено слишком узкое пространство, там был сильно терзаем острым колом, так что кости его ломались, а тело его отросшее после первых мучений отвалилось. Мучимый, в течение многих часов Христов, мученик, молился так, Господи Иисусе Христе, помоги мне, облегчи мои муки, устрани лютую боль, ибо на Тебя, надеясь, я отдал себя на рану. Помоги мне, как некогда помог святому апостолу Твоему Павлу, и воззри на плоть мою, сильно изъязвленную. Я же желаю быть невредимым и здравым во славе и исповеданию Святого имени Твоего и для принятия за Тебя больших мук в постамлении и безславе нечестивых. «Укрепи меня ради имени Твоего, ибо я возложил в уповании на Тебя подателя жизни». В то время, как святой молился таким образом, колесо остановилось неподвижно, и обращавшие его утомились и изнемогли. А святой Климент — это истинная лоза Христова винограда, уразумев духом, что от его страдальческих подвигов могут произойти многие гроздья, громогласно посылал Богу хвалу восклицая. «Благодарю Тебя, Божий Отец Небесный, за то, что Ты удостоил меня страдать в этом великом городе за единородного Сына Твоего, пострадавшего за нас и пролившего драгоценную кровь свою для искупления нашего, которого здесь святой Петр проповедовал». Павел возвещал соименный мне, Климент прославил Ир, а равно и Анисим исповедал. Они и пострадали за него, и умерли, а ныне прославляются на небе, почитаются многими на земле, и еще большим числом людей скоро будут прославляемы превыше царей земных, сами цари верные будут поклоняться им. Святой говорил это, возвещая наступающее время, когда поклонение идолам исчезнет, как тьма, а вера Христова сияет, как солнце, и просветит всю вселенную. Эти слова святого жгли сердцем учителя Диоклетиана, как пламя, и возбуждали в нем еще большую ярость. Он же, претерпевая несказанное мучение, взывал ко Господу своему источить неисчерпаемой вода, живая, дождь спасительная, исцели меня, расстою в благодати Твоей, ты звел нас из воды, избавь от огня рабов Твоих. В то время, как святой так молился, немедленно остыл железный шлем на голове его. Во время этого пути святой Климент усердно молился Христу Богу, чтобы Бог сподобил его во все дни его жизни, терпеть мучения за его святое имя. Тогда он получил откровение от Бога, что с прошедшими уже годами его мучения, до полного совершения мучительского подвига он должен прожить двадцать восемь лет среди непрерывных страданий. Святой весьма обрадовался этому, ибо он был всецело поглощен несказанную, несказанную любовью ко Христу Богу своему. Он желал пребывать в лютых мучениях за Христа долгое время и умирать многократно во все дни жизни. Псенофонт, день памяти 25 января. Все, находившиеся на корабле, отчаялись в спасении жизни и под влиянием бедствия и страха смерти. Горько плакали. Плакали оба брата Иоанна и Аркадий, вознося молитвы к Богу. Владыка, приблаги и промыслитель, о святой твари молились они. Не презри создание своего, помяни добрые дела наших родителей, ради них не оставь нас, не дай нам прежде времени умереть в молодых годах нашей цветущей юности. Пусть пощадит нас водная буря и не поглотит нас глубина морская. Помяни милости Твоей ищи гроты. Презри с высоты святой славы Твоей и возри на бедствие наше. Услышь стенание нашей и вопли нашей, сердцем сокрушенным и духом смиренным. Мы молимся Тебе простри к нам Твою сильную десницу и избавь нас от смертной гибели. Не предай нас смерти ради Твоего имени, но поступи с нами по милости Своей и по множеству милосердия Твоего. Избавь нас от потопления ради славы Своей, ибо не мертвы восхвалят Тебя и не те, которые не сходят в ад, а мы живые прославим Твое величественное имя. Юноши молились. При этом они еще раз воззвали к Богу, о царь и владыка всех, какую смерть ты попустил нам, если по неизвеченным судьбам Твоим нам невозможно избавиться от нее, то по крайней мере не разлучи нас умирающих. Пусть одна волна покроет нас и одна утроба морского зверя пусть будет нам гробом. Спавшийся Иоанн, затем воздев руки к Богу, так молился, Господи мой, Господи, спасший меня от морских волнов гибели смертной, спаси рабат Твоего, брата моего Аркадия, избавь его от горькой смерти, как избавил и меня по милости Твоей. Если ты сохранил его живым и зрел на сушу, то отверзи ему ум, чтобы он размыслил и восхотел иноческой жизнью в подобии его благоугодителя. Спаси и слуг, бывши с нами, чтобы ни один из них не погиб в море, но спасением всех до их, их да прославится пресвятое имя Твое. Макарий Египетский, день памяти, 19 января. Затем братья снова спросили преподобного, скажи нам отче, как надлежит молиться. Преподобный дал такое наставление для молитвы. Для молитвы не требуется много глаголов, но надо бы навоздевать свои руки горе и говорить, Господи, как Ты желаешь, так Ты сам знаешь. Господи, как Ты желаешь и как Ты сам знаешь. Помилуй меня, если же враг воздвигнет в душе греховную брань, надлежит только произносить. Господи, помилуй. Господь знает, что для нас полезно и сотворит нам милость. Избиение первое в Раифе. 14 января, день памяти. Слава оставался жив и была надежда на его выздоровление, ибо раны его были не особенно тяжелыми. Он благодарил Бога за свои страдания, но скорбел, что не удостоился умереть. Вместе со святыми отцами и с плачем говорил, Боже, Сидержитель, не спасавший для спасения рода человечества своего, единородного сына, единые благи, человеколюбец, не разлучай меня с умершими прежним святыми отцами. Рода восполнится через меня четырехдесятное число их. Четыридесятное число их. Самоговоли на сие Господи и Сухи Христе, ибо я с самого рождения был своим последователем и тебя единого возлюбил. Среди такой молитвы на четвертый день по избиению святых отцов он и предал свой дух в руки Господни. Нина, день памяти 14 января. И когда настало время, удобное для отправления в дальний путь, патриарх привел Нину в храм Господень к святому алтарю и возложив на голову ее свою святительскую руку молился такими словами Господи Боже Спаситель наш отпускаясь ее сироту от арховицу на проповедь твоего божества передаю ее в твои руки благоволи Христе Боже быть ей спутником и наставником всюду где будет она благоуствовать о тебе и даруй словам ее такие силу и премудрость которым никто не в состоянии противиться или возражать ты же Пресвятая Богородица Дева помощница заступница всех христиан облеки свыше своей силой против врагов невидимых и невидимых ее от раковицы которую ты сама избрала для благоуствования Евангелия Сына Твоего Христа Бога нашего среди народов языческих будь всегда для нее покровом и неудалимой защитой и не оставь ее своей милостью пока не исполнит она твоей святой воли воспылала тогда ревностью пророка Илии сердце святой Девы воздохнув из глубины души и поднявся слезами глаза своих небу она стала молиться такими словами и сильный Божий приведи народ этот по множеству милости твоей познание тебя единого истинного Бога рассеете истуканы подобно тому как ветер развивает с леса земли пыль и пепел на этот народ который ты создал твою всемогущую десницу и почтил своим божественным образом ты Господи и Владыка так возлюбил свое создание что даже сына своего единородного предал за спасение падшего человечества избавь души от всех людей твоих от всемогибельной власти князя тьмы который осветил их разумные очи так что они не видят истинного пути ко спасению благоволи Господи дать отча моим увидеть окончательно разрушение гордо стоящих здесь идолов сотвори так чтобы и этот народ и всех концы земли уразумели даруемое тобой спасение чтобы и север и юг возрадовались вместе о тебе и чтобы все народы стали поклоняться тебе единому предвечному Богу военнородным твоем сыне Господи нашему Иисусе Христе которому предназлежит слава во веки Феодот день памяти 18 мая Феодот молился в таких словах Господи Иисусе Христе надежда для отчаившейся помоги мне совершить мужественно свой подвиг мученический и прими кровь мою которую прольют моим мучителем как жертву приносимую тебе за всех на нем и христиан облегчить страдания утиши любую бурю гонения да вы верующие пребывали в тишине и покое дойдя до назначенного места святой начал молиться Богу в таких словах Господи Иисусе Христе творец неба и земли не оставляющий всех уповающих на святое имя Твое благодарю Тебя за то что Ты сподобляешь меня быть гражданином Отечества Небесного и причастником Царствия Твоего благодарю Тебя за то что Ты помог мне победить змея и стереть главу его молю Тебя не спошли облегчение верным рабам Твоим от бед окружающих и пусть прекратится с моей смертью гонение воздвигнутое на церковь Твою нечестивыми изличниками и спошли мир в церкви Твоей не сбах ее от наветок пражет оканчив молитву и произнося Аминь Святой обернулся и видел христиан плакавших о нем когда Святой сказал им не плачьте а мне братья но лучше прославьтесь его Господа нашего Иисуса Христа помогавшего мне мужественно скончать подвиг мой и победить врага я же буду на небесах с дерзновением молить о вас Богу Тимофей Мавра день памяти 3 мая отвечал ей Святой Тимофей уповай на Господа и Бога нашего Иисуса Христа и все муки будут для тебя как бы елеем изливаем на тело твое как бы раствую освежающую кости твои облегчающие все страдания твои зачем святой мученик начал молиться о ней к Богу говоря так Бог и Отец всякой благодати подавший помощь трем отрокам брошенным в печи огненным избавивший Даниила от пустынного пророка через пророка Авакума пославший пищу помогавший не только бруль винном но и в печи огненной и уповавших на тебя спасавший во свидетельство всем твоего человеколюбия по силе которого ты из пленников сделал пророков и мучеников ты Господи Господи презри и ныне на работу твою мавру ты Господи соединивший нас соедини нас за город для утекновения она подняла руки свои к небу и начала молиться говоря так о кресте Боже мой приди ныне ко мне пристань рабе твоей в час исполни свое обещание введи меня во святую ограду твою сопричи сли меня к твоим благословенным отцам сопричи меня к женам тебе угодившим царе ревеке рафиле лии тусане и к твоей непорочной матери причи при судьбе марии также к марфии марии сестрам лазарев и к пророчице анне свидетельствующей тебе вместе со святым симеоном богоприимцем совете матери причечет твоего иоанна и к первому ученице пекли присоедини меня к их числу и сподоби меня почить с ними навеки в то время святая молилась так слышен голос неба возгласивший уведи дочь моя для тебя приготовлен уже венец и престол вот и ангелы начинают воспевать торжественное песнопение для твоего восхода на небо аскалон 20 мая день памяти а святой мученик услышав говоривших что егемон переправляется в лодке собрался с силы встал с земли и подняв лодки к небу возглав Господу говоря Боже мой Иисусе Христе ради которого я терплю эти муки и ради любви к которому стою нагим на позор всем услышь меня ныне для преславления святого имени твоего и распрости всемогущую руку твою удержи лодку эту в которой сидит нечестивый судья посреди реки и не дай ему достигнуть всего берега пока не исповедует он тебя единым истинным богом создателем и владыкой всего и пред всем народом не прославит свое святое имя которое он ненавидит когда святой так помолился внезапно лодка в которой сидел димон остановилась посреди реки и совершенно не могла сдвинуться с места Василиск 22 мая день памяти видя его заключенным в тяжкие оковы привязанным а также видя кровь текущую из его ног они умилялись и выражали ему соболезнования святой же молился Богу вызывая Господи посети меня как ты посетил Иосифа в темнице Даниила в орбе львином трех отроков в пищи вавилонской и как ты явил милость Тусани подвергшись напасть от лукавых старцев вывел Петра из темницы афеку защитил от поругания так и на мне смиренном и недостойном рабе твоем покажи дивную твою милость и вич и вич и вич и вич славу твоего преследового имени когда святой окончил молитву свою внезапно произошло землетрясение был слышен голос свыше говоришь не бойся я с тобою и вдруг бедные сапоги бывшие на ногах мученика внезапно растаяли как воскрот огня береги же спали со святого сухой дуб зазеленел распростирая над цветы многочисленные густые ветви свои покрывая его тенью на большое пространство кругом то место где стоял святой и где земля обогрелась его кровью потек источник воды после этого святой вознес таких словах благодарение Богу Господь Иисус Христос предвечное слово и Сын непостижимого и несказанного Отца благоволивший сойти на землю и сделался человеком дабы искупить нас от древнего мучителя дьявола и избавить от всех рукав его кознесть вознесший нас на небо а его поправший и осудивший на пребывание в бездне даровавши нам новую жизнь какими устами прославлю тебя какими словами перескажу тебе свои чувства как воспою тебя и возвещу твои великие дела и силу которую ты ныне явил на мне рабе твоем как раньше на святых твоих Евтропии и Елеонике когда они были замучены по приказанию правителя Асклипи о Дотан в самом деле кто я недостойный что столь великую удивительную милость заявил на мне сама земля видевшую силу твою потряслась Феодора день памяти 27 мая когда Егемон понял что она неизменно прибудет в святой вере христианской то приказал отвезти ее в блудилище будучи введена туда святая молилась ко Господу говоря так Христе Боже укротивший бессловесных зверей пред лицом святой мученицы твоей феклы укротив свирепейших словесных зверей блудников намеревающихся повредить чистоте тела моего ты Божий избавивший тусану из рук старцев любодеев спаси меня рабу твою от таковых же блудников не допусти быть господи боже и всемогущую силу твой сделай так чтобы я вышла отсюда чистой чтобы меня не коснулись нечестивые руки дабы я прославила святое имя твое Александр Антонина день памяти 10 июня святая святая же возведя свои духовные очи к небу молилась так благодарю тебя господи боже мой что ты сподомил мне окаянную грешную раздель шребет святых твоих всего же беззаконника проливающую невинную кровь не звергни в скором времени на дно ада чтобы он узнал бессилие своих ложных богов на которых возлагает всю свою надежду Мануил Исмаил день памяти 17 июня рабы же Христовы Мануил Савел и Исмаил находясь тут же вместе с императором не хотели даже и смотреть на это нечестивое празднество отойдя как-то раз в сторону отликующих и стоя вдали они рыдали и плакали о прельщении и заблуждении этих людей и молились ко Господу Богу и о себе дабы им не оскверниться общением с удоволопоклонничествами жертвами и о всех заблуждающихся чтобы Господь привел их к познанию истины не оставляй Господи молились они людей этих пребывать в столь великой пагубе зол и не попусти разумному созданию твоему находиться в таком безумии ведь они являются здесь более неразумными чем даже почитаемыми камни и деревья по крайней мере деревянные идовые как тварь бесчувственная недушевленная не знает что пред ними делают эти же люди почтенные тобою душой душою разумной и будучи твоим образом и подобием не видят и не понимают что совершают и кому воздают божеское почтение они во тьме ходят заблуждаются идут вечную погибель мучениц и живи христовы доблестно переносяйте тяжкие муки возверши очи свои к небу и молясь господт так вызывали к нему о владыка ты сам некогда пригвожденный неверными иудеями к древу и сгладивший грехи мира страстью на кресте и смертью презри на нас висящих на дереве изъязвенными и так как естество наше немощно то пошли нам помощь свою свыше и дай нам обличение в страданиях наших и вот только в надежде на тебя мы дерзнули принять этот мученический подвиг как жестоки ужасные эти муки ты сам господи знаешь и видишь но полюбви к тебе о сладчайший Иисусе они приятны нам и вот святых мучеников повели на место казни на место называя Константиново где пред излиянием крови своей они в последний раз возникли такую молитву Господу Божию праведной безначальной все приведшие из небытия в бытие последняя жилета нашего ради спасения умоливший себя пребывавший с людьми в образе раба и претерпевший крест чтобы освободить нас от уст греховных и садил от нас наследия комитарства твоего прими в мире рабов твоих и запрещи наслику от века угодивших тебе ибо мы ради имени твоего святого добровольно приемлем это меч 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 посечения и отшествие от настоящей жизни и обрати к себе всемилостивый владыка этот порабощенный дьявол народ который в таком множестве окружает нас и пошли ему к расвещению ума и разум познанию познанию истины дабы познав тебя единого истинного бога тебе единому служить и от тебя получить вечное спасение Леонтий 18 июня видя проявление силы христовой святой Леонтий исполнился радости простершись на земле хрестообразно он начал так молиться Богу с слезами Господи Боже 1 Тимофею 24 который хочет чтобы все любят спаслись и достигли познания истины призри на нас частей засадила чтобы за мною последовали те за коими должен был следовать я сохрани меня овцу твою их со мной вместе просвети светом твое милосердие излили на них благодать твоего святого духа созижди в них сердце чистое синив их святыми твоими знамениями садила их твоими непобедимыми воинами вооружи и укрепи их на врага дьявола и наступь его засотрут сие рабы твои главу невидимого змея и видимого злобного зверя Адриана Агафия 5 февраля попросив их немного подождать Агафия вошла в горницу внутри дома и затворившись в ней воздела руки к небу и начала молиться говоря Господи Иисусе Христе Ты знаешь сердце мое и расположение души моей любовь и веру в Тебя будь мне вождем и помощником против врага которого я тебе Боге моем попрала уже умертвила и ныне младыка болю тебя не попусти всескверному и всезлобному человеку слуге демона посклю тело мое в котором я до ныне прожила чисто и честно поспеши ускорей победить дьявола и слугу его Хентиана чтобы он не сказал где ее Бог прими как жертву и приношение слезы мои воню благоухания ибо ты один Бог и тебе подобает слава во веки аминь Макрина 19 июля на следующий день когда я пришел к ней говорит святой Григорий я уже видел что она скончается я видел что все телесные силы оставили ее и я очень опечалился она поняла мою печаль и стала утешать меня различными богодохновенными словами и душеполезными рассказами а сама была полна духовной радости в ней не было ни страха смерти ни даже какого-либо смущения но одна только надежда на Бога в полудню она еще более обессилела перестала разговаривать с нами стала беседовать в молитве с Богом воздевая к Нему руки молилась таким тихим голосом что мы едва слышали в молитве ее были следующие слова ты владыка удалил от нас страх смерти ты устроил так что конец этой временной жизни будет для нас началом вечной лучшей жизни ты успокаиваешь наши тела сном смерти ненадолго и опять разбудишь их последней трубой ты наше бренное тело создано твоими руками веряешь земле как сокровище и то что даешь ей опять взыщешь с нее преобразив смертное и неблаголепное неблаголепное бессмертное и благолепное ты избавил нас от проклятия греха ты стер голову змея и вырвал из его пасти поглощенного человека ты сокрушил врата ада и покорил силу того кто властвовал перед смертью открыл нам путь к воскресению ты дал боящимся тебя знамение крест твой святой для утверждения сохранения нашей жизни божий вечный которому я предался предалась от утробы матери моей которого со всей силы души я полюбила и которому юность я отдала свою душу и тело приставка мне святого ангела чтобы он отвел меня вместо светлой прохладной где есть вода покоя и луна святых отцов ты удалившись ты удаливший огненное оружие заграждающий вход прай разбойнику распятому вместе с тобою верившему себя твоему милосерию помяни меня рабу твою в отцарте твою ведь и я распяла тебя вместе с тобою пригваждая страхом твоим свое тело страхом твоим свое тело и всегда исполняя твои повеления пусть не отделит меня та страшная пропасть от твоих избранников а завистник пусть не остановит меня на пути пусть не будут перед глазами твоими моих грехов которые по естественной слабости нашей я совершила пред тобою или словом или делом или помышлением прости меня ибо ты имеешь власть отпускать грехи устроить с моей душой так чтобы она освободившись от тела и явилась тебе непорочной без греха и скверной пусть будет она как ходила пред тобою с этими словами блаженная перекрестила себе глаза уста сердце и с молитвой предала душу своей руки божьей казалось она уснула обыкновенным сном закрыла глаза раскрыт закрыт рот закрыты глаза закрыт рот руки как следует лежат на груди и все тело так хорошо что не требовало от рук человеческих никакого одеяния Марина 17 июля 15 лет девица же девица же будучи введена воинами молилась во всеуслышание Богу говоря Господи Сухи Христе Боже не оставь меня не отдай души моей в погибель пусть не одолеют меня враги мои пусть не сквернится слух моих лукавыми речами пусть не уступит ум моих скверным соблазнам пусть не устрашится сердце моих их страшных угроз не попусти верим быть в грязь и тину чтобы не порадовался мне дьявол ненавидящий добро но пошли мне помощь с высоты своего престола дай премудрость открою уста мои чтобы подкрепленная твоей силой умудренной твоей благодати я без страха отвечала на вопросы мучителя ей господи боже призри милость этот час на меня вот я теперь как овца среди волков как птица среди ловцов и как рыба в сетях приди же избав меня от поздних вражек так молилась святая по пути пока не дошла до города поверки 22 октября святой же стал молиться отче возлюбленного сына твоего Иисуса Христа ты отпускаешь нам грехи хотя бы было у нас бесчисленным множеством хотя бы их было у нас бесчисленным множеством ты подаешь нам все чего мы не попросим у тебя на пользу тебя ныне прошу и молю и огради юноши сих от бенцовского нападения чтобы они потом шли путем твоих заповедей последуя святой воле твоей увидя чудесное знамение которое ты совершишь над ними многие уверуют в тебя единого всесильного Бога и познают что нет другого кроме тебя помолившись так святой обратился к юношам коих мучили бесы ударяя их слегка по голове жезлом который держал в своих руках сказал именем Христа моего повелеваю вам бесы выйдите из юноши не причиняя им ни малейшего вреда возопив ужасным голосом бесы вышли из юноши лежащих на земле подобным мертвецам александр мученик 13 мая подождите здесь немного ибо может Бог вместе дать нам воду когда в это святой прикладил колено свои помолился по господу такими словами господи сути христе извеши некогда пустыни из камня воду жаждавшему израилю призри и ныне милостиво нарабатывай дай нам на месте семь воду чтобы могут одеть жажду я и все те которые находят со мной и через те будут прославлены святой имя твое ванифати милостивый 19 декабря мать ванифати имела в своем доме кур которых похищала лисица причиняя этим убыток бедной вдове однажды отрок ванифати и стоя своих дверей увидал как лисица по обыкновению пришла похитила птица и убежала к вору сожалея об огорчении матери он побежал в храм пал на землю и в молитве жаловался перед богом на лисицу говоря господи неужели благоугодно чтобы тебе чтобы я не мог питаться от трудов матери и вот между тем лисица приходит и похищает пищу нашу после молитвы ванифати и возвратился домой и увидал ту же самую лисицу пришедшую к ним на двор и принесшую во рту ее живое перед ванифатием а сама точат и сдохла так бог слушает надеющийся на него и в малых вещах имея на великое промышление чтобы мы получали от него малое надеялись получить по возможности и большее в ликерии 13 мая ежедневно собирались в свой храм ежедневно собирались в свой храм здесь они усердно имя молитву и спрашивали от бога мира и увеличение верующих так как тогда было немного боящихся бога христиан да и те тяжело бедствовали по случаю гонений по внуке Боровской 1 мая господи содержителю испытывающихся ца и помышления ты знаешь все если кто пожалеет о мне воздай ему господи столицу о всем веке а в будущем даруй жизнь вечную ежедневно порадуется о смерти моей смерти грешного человека не постави ему господи сего во грех кирилл 11 мая когда приблизилось время принять упокоение отойти в иную жизнь святой кирилл воздвиг свои руки к богу и так со слезами молился господи боже мой ты который составил бесплотные ангельские силы распостер небо основал землю из небытия бытие привел все сущее на ней которое всегда и во всем слушает исполняющий твою волю бояшись о тебя и охранящий твои заповеди услышь мою молитву и сохрани верное стадо твое пасти которое ты поставил меня грешного и недостойно рабатываю в избах это стадо от всякого безбожия нечести от всякого многоречивого юридического языка говорящего на тебя хулу погуби трехязычную ереси возрасти во множестве свою церковь всех соедини в единодуши и всех соедини единомышленными обысливой твоей вере и правом исповеданием вдохни в их сердца слово своего учения ибо это дар твой твой дар если ты сподобил мне недостойного проповедовать евангелия христа твоего старающегося делать добрые дела и все угодное тебе то позволь мне отдать тебе как твое все то что ты мне дал устрои их силою твоей десницей устрои их сильную твою десницей покрой их покровом твоим чтобы всех хвалили и славили имя Отца и Сына Святого Духа во веки аминь Василий Великий 1 января спустя несколько времени блаженный Василий просил у Бога просветить его разум для того чтобы он мог совершать отношение бескровной жертвы Богу собственными своими словами чтобы ему для сего была неспособна благодать Святого Духа вовила никомедийский 4 сентября во время своих страданий когда все тело его обогрелось кровью Святой Вавилова запил по Господу благодарю тебя Господи что ты заделал меня старого и немощного молодым и крепким крепче самого царя Максим Миан велел бить его по плечам и по ногам камнями Калистрат 27 сентября прежде чем повеление сие было исполнено Святой Калистрат молился Богу говоря Господи вышних живущих и насмиренных презирающих обратим многомилостивые очи твоей на сие малое твое малое стадо и благоволе омыть его всех водах как купели возрождение и усыновление нашествия святого твоего духа дабы они омывшиеся с верным ветвого человека стали причастниками наследия тех которые издревле тебе угодили когда когда правителями под твоим руководством начал я окончил дело спасения преднося везде твое знамя я вел победоносное войско и куда призывала меня какая-нибудь общественная необходимость ты делал за тем знамением твоей силы и шел на врагов потому ты предал я тебе свою хорошо испытанную в любви и страхе душу и воискно люблю твое имя благозовею предсилою которую вел ты многими опытами и которую укрепляешь мою веру хочу чтобы народ твой наслаждался спокойствием и безмятежностью хочу чтобы подобно верующим приятности мира и тишины вкушали и заблуждающиеся ибо такое восстановление общения может и он их вывести на путь истины пусть никто не беспокоит другого люди здравомышленные должны знать что только те будут жить свято и чисто кого ты сам придешь почить под святыми твоими законами а отвращающиеся пусть если угодно им владеют жребием своего уже учения никто да не вредит другому что один узнал и понял то пусть употребит если можно в пользу ближнего а когда это невозможно должен оставить его ибо иное дело добровольно принять борьбу за бессмертие иное быть вынужденным к ней посредством казни удаляя совесть от всего противного воспользуемся все жребиям дарованного блага то есть благом миром дуло 15 июня раб крестов иди на истязание так молился господу господи и сути христи не боже источник всякой милости ты не доставал через порока своего Давида столом 81 я господь бог твой извежи тебя из земли египетской открою статвы и я наполню и в евангелии своем ты говоришь макфея 10 в этот час дано будет вам что сказать и так пошли ангелы твоего святого и дай мне слово когда я буду говорить дабы представ пред нечестивейшим максимом я мог обличить его нечестием а если мне придется пострадать я не устрашусь мучений ибо буду иметь тебя предачами своими с охотой предам тело свое на истязание ведь если я не предам тело свое нахожение то каких благ могу сподобиться какой венец воспримую где истинбил на мне милость твою и подал прошение предрешения моим когда дуло так молился воины совлекли с него верхнюю одежду и связанным представили егемону Андрей страдила 19 августа сказав такие слова дружине своей святой Андрей став посреди нее и подняв руки и обратив взор свой к небу начал молиться говоря Господи Господи великий и всесильный услышь молитву грешного недостойно раба твоего всех находящих со мною непорочно сохранивши святую веру в тебя прими с миром наши души покрой их твоим милосердием и достой райских обителей владыка молимся тебе еще и о тех которые будут почитать нашу память исполняй все приводящее ко спасению прошение исполняй все приводящее ко спасению прошение и ради молитвы нашей будь им помощником во всех их нуждах и на месте всем будет пролита за тебя наша смиренная кровь пусть будет источник подающий исцеление и прогоняющий нечистых духов всех же тех кто будет приходить сюда сохраняет всяких бедствий и подавая им душевное телесное здравие чтобы на месте всем поклавлялось святое свое имя отца сына и святого духа в то время как святой Андрей и бывшие с ним молились так богу их настиг стелек со своими воинами обнажив мечи и заскрежетав зубами они как звери бросились на садах Христова святые же воины Христовых хотя как храбрые и опытные в бою и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц но подражая господу своему как не зло бивые ангцы отдалились отдались убийцам своим на заклание преклонив колено они протянули выяс свои подмечи и воины селевка без милосердия посекая их короткое время всех перебили и пролилась кровь святых как вода ручем текущей из этого места души же их торжеством вошли в радость господа своего Александр Невский 30 августа в пламенную слезную молитву о помощи обратился благоверный князь господа прося его рассудить его с гордым врагом не предать достояния своего в руки нечестивых Боже праведный великий привечный и всемогущий молитвенно взывал благоверный князь Александр и сотворил небо и землю установил пределы владений народом и повелел жить не переступая чужие владения малому стаду верных своих и дал надежду чтобы не бояться нападающих на них призри ныне прищедрой влады услышь гордые слова врага этого похваляющегося разорить святую церковь твою истребить веру православную пролить неповинную кровь христиан в рассудимый спор с ним восстань на помощь и защити нас чтобы не смели сказать враги наши где их Бог на тебя Господь уповаем и тебе высылаем славу ныне и пресно и во веки веков престольный праздник про него мой стих один раз чаще в честь Марии святых стандартными названиями зовутся непольский покрова или успения в честь Александра Невского царя икон различных радостных видений и только бы на пользу и не зря о только бы на пользу и не зря обычай древних от седых времен хотя и не библейский но привычный к чему наш взгляд при этом устремлен чего хотим чем что нравится что ищем привычки и традиции не в счет что человеческое часто не от Бога все кончится и нам давать отчет не свяжут ангелы тогда нам руки-ноги не обольщаться там на том суде никто и никому помочь не сможет велик и страшен будет он и день огонь неугасающий и червь вовеки гложет никто не сможет там перезанять их масло для своих пустых сосудов пустые головы у тех сейчас звенят без милосердия евангельского чуда заботятся о том уже сейчас о жатве пыльной и кончине лета и мало у кого помечен смертный час тем более когда кончина света на том престоле белом только Бог апостольских двенадцать все законно мы празднуем престольный дали в долг берем заем прообраз тех берем заем прообраз тех престолов непроходимое умом не видел глаз и нет той гаммы на земных просторах что Бог для любящих его припас нуждою радостной отмечен день престольный 17 сентября 2003 года Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok